Сейчас я хочу поговорить о том, как страны Запада, в общем, вроде бы начинают по-серьезному помогать Украине, это мне кажется важно. В экономической сфере хорошие новости очень приходят оттуда. Издание Bloomberg сообщает, что Совет национальной безопасности США в принципе поддержал законопроект, позволяющий провести конфискацию части замороженных российских активов на Западе для того, чтобы в дальнейшем передать эти активы на восстановление и вооружение Украины. Цитирую дальше по Медузе перевод. Так же высокопоставленный представитель администрации США сообщил агентству Bloomberg, что это лишь один из инструментов, которые США рассматривают как возможность заставить Россию заплатить за ущерб, который Украина понесла из-за войны. То есть, видимо, будут еще и другие какие-то инструменты давления, выдавливания денег из России в пользу Украины. Ну а в Госдепартаменте американском заявили, что вместе с партнерами по большой семерке власти США изучают, цитата, все варианты, соответствующие нашим правовым системам, международному праву, чтобы помочь Украине получить компенсацию от России. То есть, это особенно важно. Почему? Потому что тут речь идет о том, что это не чисто американская затея, а к ней будут подключены страны большой семерки. То есть, Германия, Италия, Франция, Великобритания, Канада, Австралия и Япония. Это страны, где в основном хранятся российские деньги. Кроме того, очевидно, туда же подтянут Бельгию, потому что в Бельгии хранится такой большой депозитарий, где куча денег хранится российских. И, скорее всего, Швейцария, потому что, по-моему, в Швейцарии тоже там какое-то большое хранилище российских денег. Соответственно, есть очень нифиговая вероятность того, что деньги у Владимира Путина и его Камарильи будут отобраны. Я не говорю о России, почему? Потому что деньги России никогда не принадлежали. Понимаете, по сути дела, это личные деньги Путина. Так, по-моему, смотрите, я рискну так предположить, не знаю, насколько я буду точен, но я думаю, что это вполне достаточно точно. Так вот, судя по всему, решение о конфискации этих денег в Вашингтоне уже принято. Поскольку в пользу этого решения выступает уже не только текущее руководство Соединенных Штатов, Джозеф Байден и его администрация, но и республиканцы. Помню, там Майк Джонсон, спикер Конгресса, говорил о том, что давайте-давайте примем закон о конфискации российских денег. Если мы этот закон примем, то мне будет легче уговорить моих коллег-республиканцев в Конгрессе проголосовать и за предоставление Украине 60 миллиардов долларов экономической помощи, или до 65 миллиардов долларов экономической помощи в 2024 году. Сейчас эта помощь, как вы знаете, она зависла. Конгресс даже не выносит на голосование вопрос о предоставлении этой помощи. И вот Майк Джонсон, от которого зависит выносить или не наносить на голосование этот вопрос, он говорит, смотрите, если мы сейчас принимаем закон о конфискации российских активов, то я смогу вынести на голосование вопрос о предоставлении американской помощи Украине. То есть это как бы ситуация win-win-win, все выиграют, кроме, конечно, России, которая от этого ничего не говорит. Но это офигенная история. Притом это еще не просто деньги, это много денег, но это не просто много денег. Это отличный повод для улучшения отношений между Украиной и республиканской партией США, потому что республиканцы сейчас типа так скептически относятся к Украине из-за позиции Дональда Трампа, который не хочет помогать Украине и на победу, которую рассчитывает Владимир Путин. Так вот, если у Украины появится свой мешок с деньгами, и украинское правительство будет не в роли просителя, а в роли, кстати, партнера, который сможет сказать, смотрите, вот давайте мы из своих денег вложим какие-то средства в производство, скажем, снарядов на территории США и увеличим у вас тут рабочие места. Слушайте, если Украина начнет заниматься расширением рабочих мест в Америке, это, я понимаю, могут сказать, надо в Украине, но в Украине под бомбежками довольно сложно строить заводы по производству снарядов. Так вот, если Украина, допустим, разместит заказ на производство снарядов в Америке, то республиканцы скажут, ну да, вот это серьезная страна, это хороший партнер, мы вот за такое готовы бы проголосовать, нам это нравится, мы это можем продать своим избирателям, это хорошо, это правильно. То есть вот как-то так, я думаю, можно вполне запустить этот процесс, чтобы он был взаимовыгодный и для американцев выгодный, и для украинцев. Это вообще другой уровень просто отношений, это не просто, типа, мы просим, нам то дают, то не дают, нет, это уже какое-то сотрудничество серьезное. Плюс, конечно, очень приятно, мне кажется, чисто психологически заставить Российскую Федерацию оплачивать войну против Российской Федерации и средств Российской Федерации. Вот это просто, если деньги на войну с Россией будут идти из России же, мне кажется, это совсем неплохо. Ну, а у Байдена сейчас, по большому счету, просто нет иного выхода, потому что республиканцы не дадут денег на Украину без конфискации российских средств, а, соответственно, Байден должен делать все возможное и невозможное для того, чтобы разблокировать вот эту помощь Украине. Потому что никак не может Белый дом сейчас позволить, чтобы Украина проиграла войну, оставшись без денег и без оружия. Поскольку на выборах, которые будут в ноябре, Байдену необходимо будет показать своим избирателям, смотрите, вот я давал деньги Украине, и вот Украина добилась таких-то и таких-то успехов. Если он сможет сказать, только я давал деньги Украине, и Украина ничего не добилась, то тогда, конечно, республиканцы его просто уничтожат на этих выборах. Для Байдена это неприемлемый вариант, ему нужна обязательно какая-то, в общем, просто какая-то серьезная украинская победа, одержанная в 2024 году. Он в лепешку расшибется, лишь бы эту победу обеспечить. Собственно, поэтому, я думаю, американцы сейчас, во-первых, примут закон о конфискации российских денег, а во-вторых, выкрутят руки Европе, чтобы та передала российские деньги Украине. Почему придется выкручивать руки? Это потому что европейцы не очень хотят передавать российские деньги Украине. Они говорят, что это может стать плохим прецедентом конфискации денег без решения каких-то судов и так далее. Но американцы, вы знаете, у них есть способы давления на Европу, поэтому, я уверен, они своего добьются в этом смысле. Ну, а после этого уже Конгресс сможет принять закон о выделении 65 миллиардов долларов финансовой помощи Украине, уже в рамках той самой помощи, которая была изначально планировалась к выделению в 2024 году. Ну, и важно еще вот что. Я думаю, благодаря всей этой комбинации, всей этой операции, Украина сможет разместить долгосрочные заказы и подписать многолетний контракт на поставку и производство, на производство и поставку оружия Украине с американских заводов. Почему это важно? Потому что очень хорошо всегда, когда ты заранее знаешь, сколько тебе, когда снарядов, танков, пушек, самолетов приедет. И даже это на противника очень плохо влияет. Почему? Потому что противник будет понимать, что это не единая, не разовая какая-то поставка, а что это долгий, ритмичный процесс с твердыми сроками, с понятными объемами исполнения контрактов. Можно, во-первых, сам ты будешь планировать операции, как хочешь, потому что будешь понимать, какими силами будешь располагать. А для России это неприятно. Вот почему. Если она будет знать, что Украина каждый месяц при любом раскладе будет получать по 200 тысяч снарядов, там, условно говоря, по 500 ракет каких-нибудь, по 15 танков, по 30 БМП, по 5 самолетов, по 150 дронов и так далее, то это подорвет волю российских генералов и российского политического командования к победе. Потому что их главная надежда, как я уже неоднократно говорил, это то, что Запад устанет помогать Украине и откажет ей в помощи. И, соответственно, оставшись наедине с Россией, Украина проиграет войну просто из-за того, что у нее меньше ресурсов. В общем, если этого не произойдет, а это, судя по всему, уже не произойдет, то Украина в войне против России победит. Я связываю поэтому довольно большие надежды с этой конфискацией денег. Видимо, американцы и их союзники готовят эту конфискацию к второе годовщине большого полномасштабного вторжения в Украину, то есть к 24 февраля. То есть, получается, ну уже через месяц с небольшим, соответственно, решение должно быть принято. Кстати, ожидается, что где-то в этом районе в конце февраля или в начале марта, там еще пока согласование идет, пройдет саммит большой семерки. И на этом саммите, скорее всего, будет подписано какое-то общее заявление, общее решение о изъятии российских денег на пользу Украине. Кстати, тогда же на саммите большой этой семерки вполне вероятно будет объявлено о первых поставках самолетов F-16 истребителей в Украину. Почему? Потому что Запад, ну, в общем, полон решимости показать, что во вторую годовщину вторжения его готовность помогать Украине не ослабла, а наоборот увеличилась. Что мы, типа, готовы и дальше, и дальше поддерживать своего союзника, и поэтому, если Россия надеется на то, что, типа, мы устанем, то нет, не устанем. И самолеты и деньги станут, соответственно, очень хорошим, так сказать, материальным подтверждением этой решимости, этой готовности помогать дальше. Ну, я, по крайней мере, я думаю, что оно будет так. Может, конечно, ошибаюсь, не знаю, в будущее смотреть не могу, но предполагаю, что что-то подобное готовится. Ну, и, кстати, сегодня вот Риши Сунак, премьер-министр Великобритании, приехал в Киев, и как бы он напрямую не говорил, что что-то такое готовится, но он в духе подобной подготовки сделал ряд заявлений, он там привез помощи на 2,5 миллиарда долларов, в том числе 200 миллионов долларов на закупку и производство дронов. Там много чего британцы обещают в военном смысле предоставить Украине, но я почитал российские Z-каналы, телеграм-каналы, они все возмущаются и злятся именно из-за дронов, потому что на фронте и с обеих сторон линии фронта все понимают, что главное в этой войне это дроны. Сколько там британцы дадут танков или бронетранспортеров, это, конечно, важная вещь, но не ключевая. Если британцы сумеют наладить производство самых современных военных дронов, потому что большинство дронов, которые используются сейчас на фронте, они, вообще-то говоря, гражданские, то есть китайские дроны, они изначально создавались для гражданских целей, а вот страны Запада изготавливают дроны военные, они чем-то там получше, у них, видимо, шифрование какое-то лучшее, что-то еще. Короче говоря, вот эти военные дроны, если они будут налажены их производству и ритмичные, постоянные поставки с понятными объемами и понятными сроками, то вот это, конечно, будет очень серьезной проблемой для российской армии и, наоборот, очень серьезным преимуществом для армии украинской. То есть вот эти дроны, если за 200 миллионов, это, конечно, там часть пойдет просто на закупку дронов, а часть на создание производства. Если производство будет налажено, это очень-очень хорошо. То есть это прямо вот большой-пребольшой плюс. Ну и что еще надо сказать? Про Америку я все-таки хочу чуть подробнее остановиться на том, что происходит в Америке. Сейчас там на финишную прямую, можно сказать, выходит избирательная кампания. Почему? Потому что вот уже на следующей неделе, по-моему, там будут состояться в Америке первые, так называемые, кокусы в штате Айова. То есть будет решаться, кто будет представлять демократическую и республиканскую партию на выборах президента в ноябре текущего года. Ну, с демократами все плюс-минус ясно. Скорее всего, это будет Джозеф Байден, хотя ничего не до конца ясно. Ну, скорее всего, он, потому что сильных соперников у него на праймерис нет, на этих кокусах праймерис. А вот у Дональда Трампа ситуация немножко изменилась в последнее время, она стала довольно интересной. Там речь идет о чем? Смотрите, в последнее время засияла, можно сказать, звезда Ники Хейли, бывшая губернаторша штата Южная Каролина, бывшая представительница США в ООН. Она стала быстро набирать популярность. Она обогнала... Те, кто следил за моими этими передачами, те, наверное, помнят, что я говорил про Ники Хейли еще месяца 3-4 назад, может, даже давнее. Почему? Потому что я уже тогда понял, что вот если у кого есть потенциал догнать Трампа, то это только у нее, больше ни у кого из республиканцев нет. В Рона Десантиса, губернатора Флориды, про которого многие говорили, что вот он сейчас у Трампа вырвет победу, я никогда не верил, потому что человек unlikeable, то есть на него смотришь и просто тошнить хочется. Он такой мерзкий, противный тип, он может быть умный, может быть харизматичный, но рожа у него такая гадкая, и я вот думаю, что человек с такой рожей никогда не сможет стать популярным. То есть он может быть эффективным, но популярным не сможет. И вот в общем ничего у него не получилось. Политологически, это, как говорится, я надел свою политологическую шляпу, рожа противная, поэтому человек непопулярен. Но может быть есть какие-то более глубокие политологические проблемы у господина Десантиса, но у меня его рожа не устроила. Однако, у Ники Хелли с физиономией все в порядке, и я сказал, что вот она, по-моему, да, она может. И вот она, хотя у нее было там типа 2% или 3% популярность, сейчас она уже вышла на второе место после Трампа. Конечно, до Трампа я еще как до Китая, то есть далеко очень она победить Трампа пока не может. Но тут какая интересная петрушка. Вот смотрите, в Айове, а, во-первых, снялся с выборов Крис Кристи, бывший губернатор штата Нью-Джерси, который считался как бы главным критиком Дональда Трампа внутри республиканской партии. И все его голоса, скорее всего, там у него было процентов 7-8, они перейдут, скорее всего, этой самой Ники Хелли, потому что именно в ней сторонники Криса Кристи увидят жизнеспособную альтернативу своему кандидату. То есть у Хелли сейчас ситуация очень хорошая, прям, можно сказать, идеальная для... Динамика ситуации, не ситуация, а динамика. То есть она растет, у нее увеличивается популярность, и голоса ее бывших соперников приходят к ней, а не к Дональду Трампу. Это первое, это важно, что понимать. Потом у Трампа очень завышенные ожидания. Все уверены были еще до начала кокусов и праймерис, что Трамп разгромит своих противников, просто как, знаете, фигура щелбанами шахматной на доске. Вот она раскидает стороны и все, и победит. Буквально у него никаких усилий на это не понадобится, и он разберется с ними в два счета. А если его победа на кокусах в Айове будет недостаточно убедительной, то есть, ну, скажем, он не наберет больше половины голосов, он может выявить там с результатом типа 45%, например. У Ники Хейли будет, наверное, 25%. Вот если вот что-то такое произойдет, все средства массовой информации американские, которые обожают Ники Хейли, она их любимница, так вот, они скажут, она победила, несмотря на то, что она на самом деле проиграет, они все равно скажут, что она победила на этих праймерис. Почему? Потому что они все ее любят, все ей желают и удачи, и победы, и так далее. Я, кстати, тоже желаю ей удачи и победы. Почему? Потому что, в отличие от Дональда Трампа, Ники Хейли занимает исключительно про-украинскую позицию. У нее там нет никаких, но если нет, она полностью на 100% про-украинская. Для нас это идеальный вариант, идеальный будущий президент США Ники Хейли для Украины. Так вот, если она сумеет набрать хотя бы 20% голосов, а Трамп не сможет собрать больше 50% на кокусах в Айове, это будет провозглашено дичайшей победой и успехом Ники Хейли. И везде будут праздновать, отмечать ее победу, а не Трампа победу, хотя она формально победит как бы Трамп. Но это еще не все, потому что следом за кокусами в Айове начинаются праймерис в штате Нью-Гэмпшир. А там Ники Хейли уже практически догнала Трампа по популярности. У Трампа 36%, у нее 34%. То есть, и это еще без учета Криса Кристи. У Криса Кристи в Нью-Гэмпшире было около 10%, а то и 11%. Если все эти проценты перетекут в стан Ники Хейли, то она может победить Дональда Трампа в штате Нью-Гэмпшир. Дальше, если она побеждает в штате Нью-Гэмпшир Трампа, если она занимает второе место в Айове, то Рон Десантис почти автоматически снимается с выборов. И тогда начинается, и голоса Рона Десантиса тоже переходят, скорее всего, Ники Хейли. И вот тогда уже в штате Южная Каролина, это будет третий праймерис, Ники Хейли столкнется лицом к лицу с Трампом. То есть, они будут вдвоем, всего будет два кандидата от республиканской партии. И тут как бы вопрос возникает, почему? Потому что, если против Трампа целая толпа кандидатов-республиканцев, он бы их раскидал как кегли, вообще без проблем. Но если против него один консолидированный кандидат, гораздо сложнее. Там разрыв уже между Трампом и его преследователем будет примерно процентов 10. То есть, тоже большой разрыв, но не гигантский, не 60%, не 50%. Соответственно, Ники Хейли важно остаться к праймерису в Южной Каролине одной-одинешенькой против Трампа. И с помощью медиа, с помощью богатых доноров она надеется разделаться с Трампом. Плюс, надо не забывать, что все-таки Южная Каролина это ее родной штат. Это штат, в котором она выросла, в котором она была губернатором, в котором ее знают и любят. То есть, шансов на победу в Южной Каролине у Ники Хейли будет не так, чтобы ноль. Конечно, не больше, чем у Трампа, нет ни в коем случае, но достаточные шансы будут. И вы знаете, если Ники Хейли побеждает еще и в Южной Каролине, то есть, в этом случае, я думаю, у нее, вот в этот момент, у нее появятся очень серьезные шансы на борьбу против, на победу против Трампа, на победу над Трампом в праймерис. Вот, если она побежать в Нью-Гемпшире и в Южной Каролине, она сможет сражаться против него, она сможет его победить даже. Не просто сражаться, она сможет его победить. И это дает нам большую надежду на то, что все будет хорошо с американскими вот этими выборами. Ну, по крайней мере, я на это очень-очень сильно надеюсь. Правда, несмотря на то, что у Ники Хейли есть хорошая новость, хорошая новость есть у Трампа, это просто, конечно, капец, я вчера новости твои своим глазам не поверил. Вы знаете, в Трампа очень много уголовных дел. И самое, ну, одно из самых серьезных дел этих уголовных, то есть со всеми доказательствами, с пленками, с записями, с признаниями вины, с огромным количеством свидетелей, готовых свидетельствовать против Трампа, это в штате Джорджия дело по махинациях с результатами выборов. То есть Трамп там подбивал местное начальство перерисовать результаты выборов. И это по джорджийским законам это и карается тюрьмой. В общем, говорят, Трамп обсудит по этому делу. И вроде там дело абсолютно понятное. Трампа реально надо сажать. Тут как бы абсолютно все видно. Даже его сторонники Трампа такие говорят, ну да, здесь как бы, видимо, он сядет. Но! Момент. На этой неделе узнается, что есть там такая генпрокурорша Фанни Виллис в штате Джорджия, которая поручила вести дело Трампа прокурору, точнее он был тогда еще адвокатом, но им поручили ему дело, он стал прокурором, Натану Вейду. И все удивляются, что это за Вейд такой непонятный, откуда он взялся. Просто какой-то рандомный адвокат из Джорджия. То есть ничем он не прославился, не был известен, просто дядька какой-то. И тут выясняется, оказывается он спал с этой генпрокуроршей. Твою мать, понимаете, что выходит? Что она, прокурор, дала какое-то крутое дело своему любовнику. То есть в деле, которое абсолютно выигрышно. Видимо, это Фанни Виллис хотела помочь своему возлюбленному стать каким-то известным адвокатом, известным прокурором, сделать себе карьеру на победить Дональда Трампа и так далее. Но в результате она своим этим действием, по сути дела, трапедировала дело против Трампа. То есть Трамп может сказать, слушайте, что за фигня? Тут какие-то любовные связи, какие-то шашни, какие-то прокуроры спят с другими прокурорами. И все это против меня. Но вот видите, какой уровень обвинения против меня. Это же вообще просто смех. Короче говоря, я не знаю, чем эта история закончится. Там пока выясняют, действительно ли они спали. Но, судя по всему, спали. В общем, все это может закончиться очень печально для уголовного дела против Трампа в штате Джорджа. Это, конечно, не очень хорошая история. Ну и последнее, что я хочу сказать. В Вашингтон-Посте я не сегодня, на этой неделе написал, что Обама страшно недоволен ходом кампании Байдена, своего бывшего вице-президента. И говорит, что компания должна вестись более свободно, что не должен Белый дом управлять ходом этой президентской кампании, потому что если будет управлять, компания закончится неуспехом. То есть, видите, Обама уже не очень доволен, во-первых, тем, что делает Байден в рамках своей предвыборной кампании, а во-вторых, Обама допустил утечку в своем недовольстве. То есть, он как бы не может впрямую выйти и раскритиковать Байдена, сказать, что Байден дурак, все делать неправильно. Нет. Обама вот только такими утечками может дать понять общественности, что он расстроен происходящим. Вот такая вот история, которая, мне кажется, указывает на то, что шансы Байдена вообще, честно скажу, не очень высокие на победу. И чем дальше, тем они становятся все меньше и меньше. Хотя экономика американская в России чувствует неплохо. В общем, пока мы надеемся на Ники Хейли, на то, что она сотворит чудо. Если она не сотворит чудо, будем надеяться на Байдена. А если и Байден подведет, ну тогда американский истеблишмент может решить свою проблему с Дональдом Трампом как-то внесудебным каким-то способом. Потому что бывали подобного рода прецеденты в американской истории и не один раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова